Так, сейчас я написал доступ к девушкам, должны, в принципе, сейчас они подключиться. И, Павел, видите, вы там можете еще, например, взять, выключить микрофон у кого-нибудь, наоборот, включитесь, там, от кого-то шум идти. Видите, у вас около каждой фотографии есть микрофончик. Вы можете его или выключить, или включить. Ну, это понятно. Ну, почему же, даже за что я думаю, выключать? Зачем это? Нет, ну, если там шум, бывает шум от кого-то идет, сложно говорить. Или тогда просто попросить человека самого выключить? Эти шумы, я выключу, да, я понимаю. Я пару раз был просто участником. Да, вот там подсоединилась Александра, это как раз моя студентка. Привет. Да, сейчас ждем остальных. Лень пытается подключиться, а Матвей, видимо, это кто-то уже по вашей ссылке из Facebook. Да, я так понимаю. Не знаю. Да, все верно, я по ссылке из Facebook. О, да, хорошо. Да, сейчас подключилась Алина, Алина и Надежда. Так, ну, давайте, друзья, значит, вот все подключились. Давайте я представлю Павел Викторович Караманов, я думаю, в представлениях он не нуждается. Ошибка в букве. Я не Караманов, а Караманов. Да, извините, да, Караманов. Был сын в тропоте, недавно умер. Да, Караманов, да. Да, нет, просто, да, Павел Караманов, композитор, по-моему, совершенно замечательный. Он согласился с нами встретиться сегодня. А кто-нибудь вам скажет, что я отвратительный композитор, что делать с этим? Ну, мы будем говорить, что вы замечательный все равно, так что таким образом баланс, он будет соблюден. Значит, я хочу представить, это Надежда, студентка моя, Александра, Линь, только у Линь есть звук-то? Ну, видимо, есть, да, получается? Здравствуйте, да, да. Да, 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 и Алина. Здравствуйте, Линь. Да, Матвея я не знаю, но тоже рад с ним виртуально познакомиться. Спасибо, я тоже рад. Да, меня зовут Андрей. Матвей. Я сначала хотел взять на себя какие-то функции ведущего, потом подумал, что это совершенно напрасно, потому что, собственно, мы сейчас встречаемся с Павлом Викторовичем. Павел Викторович, у вас Павел Викторович можно называть или как-то по-другому? Мне кажется, мне нужно Павла называть. Ну, просто Павел, да, значит, можно Павел. Ну, или Паша, наверное, чрезмерно фамильярный. Ну, я думаю, наверное, да. Вот, поэтому я, наверное, просто скажу, может быть, пару каких-то вводных слов, а может быть, даже не буду. Я скажу так, мы, так получилось, что мы с Павлом учились одного профессора, Алексея Александровича Николаева, Московская консерватория, но, естественно, я учился чуть позже. И вот, если Павел сочтет возможным или интересным, может быть, он расскажет, как это было в его времена. То есть, получается, вы, получается, в другую эпоху, потому что я учился уже в начале 2000-х. А может быть, о чем-то другом вы захотите поговорить. Так что я предоставлю полную свободу всем. Прям, да, передаю слово Павлу и самоустраняюсь в каком-то смысле. Вот, то есть, получается, ведущий... Вы модерируете, а вдруг меня начнут ругать нехорошими словами. А мне будет неудобно ответить, вы промодерируете. Ну, тогда, да, тогда буду модерировать. В принципе, получается, наша лекция может идти практически бесконечно, поскольку у Павла Zoom без ограничений. Поэтому есть два варианта. Мы можем и закончить, или через пару, когда у меня начнут следующие пары, или я могу выйти уже на собственную пару, а вы тогда продолжите общение. Тут, соответственно, как вы решите. Да, мы можем до вечера или до утра, например, пообщаться. Ну, это как получится, да, уже. Это как получится. Ну, хорошо, значит, Павел Викторович, я вам передаю слово. И, собственно говоря... Я принимаю от вас слово. Слово. И ходить. Мне как-то оно пришло, слово. Господа, я не знаю, у меня нет никакого плана, я всегда все делаю в режиме импровизации, особенно в последнее время. И готов вам рассказать все про себя. Вот все прям как есть, все я расскажу. Но вопрос, что? Спрашивайте. Что вас интересует? Я же не буду вам сейчас рассказывать свою биографию. или там дискографию. Я вам должен сразу сообщить о том, что я в последнее время занимаюсь, может быть, вы уже заметили, я организовал такую свою, собственно, видеопередачу, видеоканал. Стал я, видимо, видеоблогером. Называется это Ресерч и на YouTube-канале, на моем, который называется Тоналист или Павел Карманов YouTube-канал. Там уже больше 20 выпусков я наклепал. И должен вам сказать, что я не то чтобы прямо это делаю ради какой-то особенной славы или чего-то еще, но я вдруг пришел к выводу, что, ну а что, я вот, собственно говоря, сижу тут, слушаю пластинки, играю на фортепиано. И почему бы вам это не продемонстрировать всем через YouTube-каналы, через Facebook, Telegram и прочее. Простите, это вода, я глотну. Я жду вопросы. Вопросы могут быть такие. А что это у вас за фортепианный звук такой интересный? Хороший вроде. Смотрите, он у вас там в Zoom-е булькает. Или он нормально звучит? Он нормально звучит. А вот насчет как раз демонстрации, не обязательно же только на YouTube-канале, можно прямо здесь, в Zoom-е. Я еще не изучил Zoom, вот в этом смысле, но мне нравится качество, кажется, картинки хорошего. Ну, например, я могу продемонстрировать что-то из своего. Своей музыки? Да. You're welcome, пожалуйста. Я здесь гостью вас. И начнем с того, что вы продемонстрируете свою музыку. Спасибо, благодарю. Сейчас. А потом будем выяснять, чья музыка в большей степени нехороша. Или хороша, наоборот. Хорошо, сейчас. Я шучу, на самом деле. Ну, ладно, хорошо. С камерой. Да, друзья, прошу прощения. Я, наверное, вмешаюсь. Может быть, какие-то будут вопросы к Павлу? Все-таки я же вам посылал его сочинение. Даже ноты посылал. Ошарашенный всем подобным. Да, сказал вам послушать это даже все. Вы это сделали? Вы не волнуйтесь. Я с ума не сошел. Все в порядке. Но просто я сижу вот этим занимаюсь. Например... Может кто-то скажет, что... А мне может Павла... Может кто-то не скажет? Похоже. Вот, например, я перебираю свои старые детские пластинки, которые я, знаете, первый раз взял в руки за 30 лет, наверное. И такие вещи классные, например, Шостакович малоизвестный. Ну, не будем долго, да? Я демонстрирую возможности. Слышно было хорошо? Хорошо. Да. Мы можем тут послушать все, что угодно, понимаете? А также... Пригласить, например, скрипача и сыграть дуэты какие-нибудь. Андрей. Я могу сейчас... Да, да. Причем включать ваши записи? Лучше приходите и сыграйте тут что-нибудь там. В другой раз. Друзья, давайте, может быть, с этого начнем. Когда мы слышим слово «сочетание» — это современная музыка, мы очень часто предполагаем, что это будет нечто такое скрижечущее из малых секунд, в особенности из малых секунд с малыми септимами. Ну, посередине. Ну, что-то такое, да. И посередине три тонны. И самое главное, что это все будет в медленном тэпе. Да, очень медленно, очень глубокомысленно. И как-то вот так вот это все будет. И вот у Павла, когда вы слушали его музыку, вы, наверное, заметили, что она совсем не такая. И вот мне было бы еще интересно, чтобы Павел рассказал, почему мы ожидаем услышать одно, когда слышим слово «сочетание современный композитор», а вы слышите, у меня сейчас какое-то другое. Как это было? Я когда в школе учился, я тоже вот такие вещи всякие писал. Да, вот это очень классно. Ну, когда я понял, что это... Ну, это такой достаточно, с одной стороны, юмористичный вопрос, а другой достаточно серьезный. А я серьезно отвечаю, какой тут юмор. Я рассказываю, что в школьные годы я увлекался Пиндерецким, на полном серьезе, сидел с друзьями и одноклассниками, изучая «Страсти по луке». У него такая партитура я нашел где-то в 80-е годы. И, значит, в какой-то момент я, знаете, изучаючи вот это все. В общем, Пиндерецкого я собрал довольно большую коллекцию. Он говорит, где-то вот эти винилы я еще не нашел. Но сам я писал в этот момент постоянно какие-то фортепианы такие построения длинные или не очень. Ну, от 10 до 15 минут у меня такой формат всегда, всю жизнь. Я, значит, писал, называется «Соната». У меня вот есть какое-то количество, по-моему, 7 или даже 8 фортепианок, сонат школьного периода, которые я никак не считаю за свою действительную музыку реально. Хотя там что-то было неплохое. Может быть, я на пенсии на эти ноты реинкарнирую. Но вот посещая постоянно с однокурсниками все концерты Шнитке, Денисова, Губайдулина, и, конечно, будучи поклонником невероятным, вот как минимум двоих из этого списка, а не люблю Денисова, и потом мы можем это обсудить, почему. Тем не менее, вот посещая, например, мы были на «Голубая тетрадь» Денисова, где там рюмки висели, крышки от кастрюль, я под впечатлением от этого написал мне эту пьесу, которую тогда подарил на День рождения. А теперь это Марк Пекарский у меня на YouTube-канале исполняет очень весело. Слышно? Хорошо меня? Нормально? Да, да. Вот. И вот на волне увлечения, при этом рок-музыкой, всяческим электронным, там, Жан-Мишель, Жаром, там, каким-то вещам, я вдруг понял, что мне вот гораздо приятнее вот находиться в этом маневе, чем писать. Тем более, что вот эти все вещи, как мне кажется, можно импровизировать, чем записывать в ноты. Ну, разница между вот тем, что я сейчас играю, и массой нот современных композитов нету особенно. Вот. А мне больше... В этом мне нравится. Я тогда написал, по-моему, это была какая-то соната номер 6, или 7, «Взгляд на солнце» она называлась. Я представлял себе какие-то блики в глазах, когда смотришь долго летом на солнце, на пляже, например, валяешься, и, значит, вот это вот, когда некоторое время ты даже не видишь ничего, вот об этом... Ну, там оно потом развивалось, это было минут на 12 тоже, какая-то соната, я ее сейчас не сыграю, не помню, но ноты рукописные где-то были. Так вот, понимаете, вот я уже в 8-м или в 9-м классе для себя как-то решил и открыл, и в то время еще мало чего было доступно. Я потом в армию ушел, ну, я там служил, конечно, в оркестре, в разных местах, так немножечко этим тоже занимался, но в армии я организовал вокально-инструментальный ансамбль, и мы играли всякие, как вот это вот, «Ласковый май» и прочие вещи на танцах. Помнится, в баскетбольном зале под щитами стояли такие ведра с салатом в поселке Мулино Нижегородской, Горьковской области. И, значит, вот там и это, взлабывали. Причем, как, что забавно, меня... Здравствуйте, это инспектор... Что-что? Не слышу? Повторите, пожалуйста. Я так думаю, что это было просто приветствие. Инспектор школы к нам присоединился, мы его приветствуем. А, здравствуйте, инспектор школы. Здравствуйте. 12. Видите, отговаривай. Включаем музыку. Вот Шестакович редкий. Поехали. Грали, пускай! И осталось две поездки. На следующий день уходит на проскоге. Боже, а вот ты здесь хуй. Бэй, да, ну, бэй! Бэй, да, ну, бэй! Бэй, 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 бэй. Бэй, 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 бэй! Бэй, бэй! Пахали бы бэй! Павел, знаете что, вам нужно, наверное, сейчас будет моделировать... Я моделирую, всё в порядок. Я выведел Данила Корнишок. Здравствуйте, Павел. Павел, здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Действительно, после армии я поступил в консерваторию в 90-м году Я вообще в консерваторию не хотел поступать, будете смеяться Я хотел найти где-то отделение джазовой или эстрадной какой-то композиции Но потому что я в армии служил с ребятами из Гнесинки, с джазменами прекрасными Они меня влюбили в джаз Я прям болел много лет джазом очень сильно Но не нашел, потому что там в Гнесинке нету отделения композиции Все джазмены, пиаперы, исполнители Они сами себе композиторы И вот я пошел в консерваторию, поступил И начал там это все искать Я был один на курсе из 14 человек, который писал музыку тональную И когда я поступал, например, я встретил перед памятником Чайковскому Я встретил Татьяну Алексеевну Чудову И она мне говорит, Пашенька, привет, приходи, иди ко мне в класс Она очень хотела мне всю жизнь заполучить тебе ученики И я вообще очень люблю ее, это прекрасная женщина И она мне сказала тогда некую фразу Паша, и только вот ты должен понимать, что тебе нужно срочно в корне сменить свой гармонический язык И в наше время до мажора ничего не скажешь Заявила мне Татьяна Алексеевна Я поступил к Алексею Александровичу Николаеву И тут же попал на концерт Какой-то был концерт преподавателей кафедры И тут же услышал, прямо в сентябре Помимо всего прочего Произведение Татьяны Алексеевны Чудову Под названием концертино для двух роялей в восемь рук Был такой квартет фортепиано У нас Юрыгина, Гладилина, Натансон И забыл четвертую исполнительницу Вот они блистали с разными программами И они сыграли произведение не очень длинное Которое примерно на процентов восемьдесят состоялось До мажорных аккордов и гам туда-сюда Наверное, это можно найти где-то в записи Но вот Я потом встретил Татьяну Алексеевну в лифте Говорю, как же так Здравствуйте Я слышал до мажор И она такая Ахахаха Это был пустячок Пустячок И засмеялась Как такая Женщина В общем, в своем возрасте И было очень забавно, конечно, все это Вот я писал эту тональную музыку И для того, чтобы как-то обозвать каждый опуск Я оставил в прошлом название Соната, Прелюдия, Ноктюрн Вот все эти издитые названия И симфония в том числе Я оставил где-то там В школьные годы И начал уже придумать названия Которые обычно связаны с сиюминутной какой-то историей моей жизни Ну так, в частности, перевелось название Второй снег на стадионе Если интересно, расскажу потом Вот И я пошел в фонотеку консерватории Где есть какое-то количество записей Уже в то время там был Стив Райх А, сначала ко мне пришла в гости Моя однокурсница, известный ныне композитор В Германии проживающий Александра Филоненко Саша Филоненко Пришла ко мне в гости И принесла кассету, которую я записал Владимир Григорьевич Тарнопольский Специально, значит, с музыкой Как ни в коем случае не надо делать И я на этой кассете услышал волшебную тональную музыку Стива Райха Совершенно обалдел И побежал в фонотеку Где уже Да, я точно вам скажу Это было первое, что я услышал Была музыка для большого ансамбля «Music for the large ensemble» Можно найти в YouTube Есть записи Это вот моя Одна из любимых пьес Но надо сказать, что у меня У Райха мало нелюбимых То есть практически нет И я в консерваторской фонотеке Обнаружил desert music Или desert, как она там произносится Музыка пустыни Еще что-то И уже потом, кстати, я сдружился С известным музыковедом Ныне проживающим в Америке Еленой Дубинец Которая, значит, мне Позволила прийти к ней в гости С таким здоровым своим магнитофоном И, значит, советским еще И я записал у нее с компакт-диска Это еще в то время была Некая новинка Такое новшество было Компакт-диски Качество невероятное Я записал до сих пор Мне говорят, вот эти качеты Где-то тут есть С этой музыкой для 18-ти музыкантов В передаче, которую я веду сейчас На канале YouTube И везде, в общем-то Я рассказывал уже про музыку для 18-ти музыкантов И, думаю, повторяться смысла нет Можете найти там большой кусок этой музыки Вообще, я сейчас хожу по лезвию ножа Потому что YouTube нещадно ограничивает меня в монетизации По поводу моих видео Где я что-то рассказываю И вот, например, вчера я включал Вот снова приобретенного Невероятно симпатичного прибора Девайса Кассеты я включал Ну что у меня Вот рисунок тут есть Вот такая сумка Со старыми Деткими Видите? И Можно Берут лотарию Что вот это такое И включаем Вот Ре мажор 2 Как раз того времени музыки Но это мы можем включить И можем не включать Я готов отвечать на вопросы Видите? Я рассказываю, да Историю моего Воцерковления в минимализм, что ли Я не знаю Вот Ну и, собственно говоря В это время я уже активно любил Арва Пярта Валентина Сильвестрова До сих пор обожаю В основном второго, первого И немного я к нему успокоился Но при этом люблю так же Даль отдаю Надо сказать, что есть некий Совершенно эпохальный фильм Под названием Каянис Кацци Режиссера Годфри Рейджио Который, пожалуйста, найдите Где-нибудь в интернете Я вряд ли могу это выложить Но, тем не менее Это фильм, который надо обязательно посмотреть С музыкой Филиппа Гласса Там целая серия фильмов Каянис Кацци В переводе с языка Хопи Какого-то древнего Означает Жизнь Мир без баланса Следующий фильм Который надо посмотреть Называется По вакации Через Ку Того же режиссера и автора Это про Индию И про всякие экзотические вещи Ну, там есть еще третий фильм Четвертый, пятый Это не важно Эти два нужно посмотреть Чтобы Внедриться в минимализм Обязательно Очень благодарен я Такой девушке Насте Мейерзон Анастасия Мейерзон Мне принесла Вот этого Филиппа Гласса На кассете Где-то записала Фильм Каянис Кацци И он Мою голову перевернул С ног на голову Вот Вот Я думаю Надо закончить ответ На вопрос про минимализм И Будут еще вопросы Вопросы Да, есть Здравствуйте Еще раз Меня хорошо слышно? Да, нормально А я бы хотела Вот такой вопрос задать Что для вас сейчас Современный композитор Что это вообще такое Его роль В современном обществе Что должно нести Творчество Современного композитора На ваш взгляд Павел, извините Я чуточку вклинюсь У меня очень хороший интернет Поэтому сейчас Я вас опять сделаю Организатором Но сейчас уже Никто не будет К нам врываться И устраивать Всякие такие Демонстрации Вы там фильтр поставили Какой-то, да? Глупости Нет, смотрите Я сделал Зал ожидания Вот Если Если Появится человек Которого вы хотите Видите Например, Роман Дон Сейчас появился Вы сможете принять его Роман какой? Роман Дон Я даже не знаю Кто это такой Может быть вы знаете А я не вижу Я его не вижу Пока не видите Потому что Пока вы не организатор Сейчас разделаю организатор Давайте сделайте обратно Я его вижу Обратно, да Да И вы тогда Сами смотрите Потому что Роман Дон Вы будете ругаться Тут у нас Или будете вести себя приличное Он пока вас не слышит Он пока вас не слышит Ну ладно Так вот Значит Вопрос был Что такое композитор Вообще Этот вопрос очень рутинный В общем Ой У кого забудело чего Рутинно звучит этот вопрос Но тем не менее Что Знаете Для каждого человека И композитора Это видимо Субъективное Какое-то понятие Для кого-то Композитора одно Для другого другое В моем понимании Композитор на сегодняшний момент Должен уметь Гораздо больше Чем скажем Мне преподавали В 90-е годы Ну там просто многих вещей И не было Но Вообще Я Убежден в том Что Преподавание Композиции Это Неблагодарное Занятие И довольно Странное Мне кажется Что Композитора Учить надо На записях На запись И нотах На анализе Таких-то Партитур Вот этот предмет Самый главный Понимаете Субъективный вкус Преподавателя Может не совпадать с вашим И слава тебе Господи Что Алексей Александрович Николаев В который мне попал Наш общий с Андреем Значит Преподаватель Он никак не давил Я вот очень ему благодарен за это Тогда как например Вот я знаю в школе Меня ужаснуло Когда мне рассказали Что у той же Татьяны Алексеевны Чудовой Кто-то там Еще в школьные годы Писал Десять фактур Десять басов Напиши мне десять мелодий По-моему вот такое чудовищное Внедрение в творческий процесс Даже юного человека Может Отвратить его От церкви Как Примерно Знаете Высказывания Некоторых иерархов О православии И В общем Тут надо Сообразовать своему вкусу Отправляться в интернет В YouTube И впитывать Как можно больше Вкус развивать Присматриваться Прислушиваться К тому Что делают Какие-то Правильные Собеседники И люди Ну вот как-то так А Понимаете Ну Мы должны получить диплом И вместе с композицией У нас наравне Ведь идут И всякие важные предметы Как полифония И вот это Чтение партитуры И прочие другие Учите английский язык Вот в моем В моем Времени Многие Пропустили это Мимо ушей И я в том числе Но тем не менее Надо это конечно Обязательно Как можно скорее Выучить Если не в совершенстве То по крайней мере В разговорном Каком-то Уровне Нужно обязательно Уметь работать с компьютером Безусловно Ну Я начинал этим заниматься В начале 90-х годов Еще в то время Не было PC То есть Windows Не было И Были Только какие-то Гипер дорогие Макинтоши И Был Atari 1040 Такой небольшой Серый такой компьютер С монитором Черно-белым И там уже был Cubase Который С дискетки грузился И Значит Потом Появились Эти PC Я все время Страшно увлекался Я вообще С детских лет Не знаю Может я мальчик Машинку любил Но я очень люблю Всякие устройства Девайсы Приспособления Электронные В основном Кстати я очень полюбил Сейчас В мою деревенскую Бытность Уже Сегодняшние Бензиновые Всякие Бензопилы Культиватор И опять же Я в деревне Имею неплохой Интернет И оттуда транслирую Я какой-то Не то чтобы Я экзебиционист Не то чтобы Я помешан На интернете Но на сегодняшний момент Я нахожусь в студии Вот и живу Постоянно Как бы один Моя семья И дети Находятся в соседнем Подъезде Это очень удобно стало Есть конечно И сдержки Я реже с ними Вижусь Но ничего Они приходят ко мне Каждый день Но зато Я имею возможность Вот с вами Спокойно Тихо Беседовать Мало того Если звук Вам кажется хорошим А он Скорее всего Хороший Должен вам сообщить Что Там вот Сзади меня Есть такая ниша Там пока что Находится Загромождение Шкафов Я поставил там Зеркальную дверь Со старой квартиры Но будет там Рояль Приличная Настроенная Эстония Но Полностью Сделанная Механика На ней даже играл Играли многие пианисты Алексей Любимов Играл Вадим Холоденко В общем Без отвращения Играли Так что Мы здесь будем проводить Живые концерты Скоро Я Как-то давно Видимо К этому шел И вот Теперь я Практически Частично Со своей жизнью И жизнедеятельностью А Вы знаете о том Что Композиторская жизнедеятельность Такой особый Вид Существования Сегодня В медийном поле Безусловно Я Вот Просто Начинаю Уже начал Эфирить Почти что ежедневно По разным Околомузыкальным поводам Мне сказали Тут Что Вроде как У меня голос Подходит Для этого всего Я заметил Что Вследствие Большого количества Интервью Которые мне приходится Давать По разным поводам У меня Дикция В общем Исправилась Был какой-то Дефект фикции И сейчас вроде бы Я могу это контролировать И соответственно Могу и вести чего-то На самом деле Меня лет 5 назад Приглашали на канал Культура Вести какую-то Передачу Какое-то Шоу Там Подробно работать Ну Я Не готов Ходить на канал Культура Как на работу Мне Вполне Нравится И достаточно Того Что вы здесь видите И Можем Встречаться Здесь Вообще Господа Присоединяйтесь Ко мне пожалуйста В YouTube В Facebook Везде И вы будете В курсе моих новостей Если вам это будет интересно Нет Так нет Вы можете это пролистнуть И никак не обратить на это внимание Но я конечно Пропагандирую свой вкус Музыки И мало того Вот моя музыкальная деятельность Она ведь обусловлена тем Что я Сочиняю музыку Я эту музыку называю часто поделками Я беспафосный человек абсолютно Абсолютно И Без какого-то особенного концепта Кроме одного Я Стараюсь Порадовать Тех Кто будет музыку слушать Вот Важный Такой мой постулат Можно озвучить Таким образом Что Я Я Не Не вижу Необходимости И потребности И Необходимости Для людей В Написании Резко звучащей Диссонантной Музыки Потому что в моем понимании Понимание Такого простого чувака Служившего в армии Там Впитавшего Не только классику Классику Я впитал еще до Понимаете Там До пятого класса Наверное школы Вот Но и впитавшего И рок-музыку Pink Floyd Минимализм Попсу какую-то Все что было Дискотеку Я все пробовал Мало того я же Десять лет пребывал плотно В рекламном бизнесе Вышел оттуда Вылетел У меня Выплюнули Оттуда И там Я был вынужден Имитировать Копировать Всякие разные Стили Потому что рекламный Композитор Он должен уметь Все И вообще Композитор Сегодня Должен уметь Разные стили Конечно Можно упираться На свой собственный стиль И правильно это Обязательно надо сделать Но параллельно Мы должны Обязательно уметь Делать музыку прикладную Глупо отказываться От заработков Которые она дает В рекламный бизнес Попать очень сложно Я вот вылетел Оттуда Но вижу Что там сейчас Активно работают Молодые Белозубые Красавцы Я уже таким Не являюсь А каким-то был Когда-то В кино Конечно Очень важно Иметь знакомство Как говорят Найти своего Любимого режиссера Своего Друга своего Найти Который тебя В этот мир введет И со всеми Познакомит Подружу Мне вот С этим вопросом Не то чтобы сильно повезло Хотя у меня и были Режиссеры Много Но Там Такой закадычной Дружбы Не возникло Ни с кем Кроме Али Хамраева Который очень давно Приходил ко мне С бараньей печенкой И жарил ее С чесноком И поедал Перед работой Но к сожалению Мы с ним Разошлись Пути дорожки И я Постоянно пребываю Всю свою жизнь В поиске Заказов Так и все Кто-то там К нам стучится Павел Я прошу прощения Что вклиниваюсь У вас ведет Одновременно Трансляция на фейсбук И вот там Проверьте У вас камера идет туда Не так Которые лицо транслируют А которые ноги транслируют Если так не задумано Да Да Если так не задумано То Моя физиономия Вполне помещается Нет Вот В зоме нормально А вот в фейсбуке Там вот именно Она куда-то вниз У вас направлена Так что если так не задумано То Проверьте Нет Я же посмотрел Только что Она немножечко вниз направлена Но Совсем немного Ну хорошо все Как вам Да Мы продолжаем Ну сместилась Она чуть-чуть Извините Сейчас я поправлю Да Ну так я вот Могу болтать Сколько угодно Если вам интересно Можно задать вопрос? Да У вас Вы живете В ожидании Заказной музыки Заказанной музыки Скажите Какую Какую долю Составляет в вашем творчестве Вот эта заказная музыка И есть ли то что вы пишете Просто потому что пришло вдохновение И вот оно для души Сто процентов Сто процентов что? Заказная и сто процентов для души Скажите Я последние уже много лет Наверное лет десять Если не больше Я перестал писать что-либо вне заказа Вне заказа я отдыхаю От заказа Но просто дело в том что бывает часто Что заказ один за другим И тут уже знаете отдых потом надо будет получить У меня есть определенные расценки Кому надо Те их знают Я к сожалению не выполняю бесплатных Предложений От разных исполнителей Кстати говоря Некоторые исполнители обижаются на меня за это Но что делать Ничего поделать не могу Я вынужден держать свою планку Вот Так что Вдохновение это такая вещь которая Она же Приходит вне Нашего Участия Непонятно когда Я вообще Например Я для Получения вдохновения Работаю Прям с утра Ну Надо сказать что Обязательно надо выспаться Не выспавшийся Как вот Сегодня например Нет шансов придумать Какую-то хорошую идею Музыкальную Лично у меня Есть шанс только найти То что называется Выехать на профессионализме То есть Что-то такое Значит там Поскладывать Да Условно говоря Смонтировать Я вам скажу Что я очень люблю Процесс монтажа Всякого рода И Очень давно Им занимаюсь Наверное преуспел В этом Это легко дается Я вам скажу Что вот С 90-х годов Я Работаю В программе Кубейс Мне совершенно не стыдно Признаться В этом Я написал Последние ноты Руками Наверное В 93-м Или 95-м году У меня был диплом Выпуск Уже диплом Это была моя первая Полномасштабная Оркестровая партитура Которую я Набрал тогда В финале И благополучно Забыл эту программу Сейчас Нахожусь В Сибириусе Он как-то для меня Интуитивнее Понятнее Проще И Не вижу я Необходимости Мне опять Внедряться В финале Вот Ответил? Или Недостаточно? Может я Вопрос забыл? Да Я Я тогда хотела В связи с этим спросить А что тогда У вас Какое место занимает В творчестве Рождественский вертеп? Это был заказ? Вот Да Вы На засыпку Сказали вопрос Про Я Я же говорил Про Последние Можно Тогда В дополнение Еще спросить О вашем сотрудничестве Со старостями Сейчас Я говорил Про Отсутствие Своей Заинтересованности В работе Без заказа На протяжении Последних Десяти Но Вертеп Первый Был в 2002 году То есть Значительно Давнее Да Ну Короткая история Всем известна Там На сайте У нас В двух словах Татьяна Гринденко Моя Хорошая Я надеюсь Подруга Мне Сделала Царский презент В 2002 году Подарив число В зале Чайковского Сказал Вот На тебе число Делай что-нибудь Надо сказать Что я за пару лет До этого Написал В нее Пьесу Green ДНК И она есть Позиции Были очень непростыми И качества особенного Не получилось Вообще Это ужасно было для меня Потому что я помню Как я Несколько ночей Во сне Видел Такой сон Что концерт Встал Публика Рупщит А я За кулисами Брожу Хватаясь за волосы Такой сон Мне снился Причем три дня подряд Но Тем не менее Прошло все Очень скомканно И Плохо Но тем не менее Прошло И какой-то был Успех даже На эту тему И Потом Было 17 лет Перерыва Старость у нас Не участвовал В 2002 году И Надо сказать Что вот Два года назад Позапрошлым летом Сидя В августе И в общем-то Думая о жизни Я Подумал А что это я Свой Была Такая старая Демонстрационная Запись Полуэлектронная С тобой вертепа И Полуэлектронная Потому что там Номера были Неупотребимы Никуда И Я ее Думаю В YouTube Помещу-ка я ее Понадергал Вот этих Картиных вертепов Поместил в YouTube И Мне в тот же день Позвонила Прекрасная Моя подруга Ольга Попова И Андрей Котов Позвонил Руководителя Ансамбля Сирин С предложением Таких Сделать Это Реинкарнацию Произвести И Вот я дописал Партитуру Наконец написал Туда хор Потому что он не был Написан В 2002 году И Партитура существует Может быть Издам Два раза мы это сделали В Заряде В этом году Третий раз Но Увы Вирус Нам все Планы наши Попортил Ждем В следующем году Я надеюсь Вирус пройдет Я надеюсь Что Люди привыкнут К нему Как ко всему другому Человек ко всему Привыкает Нет? Ну А нельзя сделать Онлайн трансляцию В этом году? Я работаю Как раз на эту тему Я каждый день Онлайн трансляцию Включая музыку Пока И все жду Когда ко мне Придет первый Музыкант Ко мне уже Скоро Обещался прийти Владимир Мартынов Который мы тут Недавно сделали Удачный фильм Посмотрите Классный фильм Про его Танцы Кали-юги Так Совершенно тоже В режиме импровизации Случилось мне Я одну камеру Поставил на этот штатив А телефон Поснимал И Вырезав Просто Ненужное Получился фильм Володя Так обрадовался Татьяна мне Звонила Гринденко И От нее Похвалу Получить сложно Но тут она Прямо Вся расплылась В похвалах И Это было Немножко неожиданно И Володя сказал Что Настолько Настолько Всем нравится А там 700 просмотров Скоро будет На ютюбе За три дня Всем нравится Видимо И он хочет еще Продолжать Я жду его И У У Рискозвучащие Диссонатные Музыки Мне кажется Что у нас Негатива И так полно В жизни Врывается Нашу жизнь Через телевизор Через Форточку Через все Что угодно Зачем умножить Негатив Вот Пендерецкий писал Понятно про Хиросиму Он кстати не сразу Придумал название А там Спустя Но Из цели Это пиара Какого-то Но В данном случае Я Отношусь к своей музыке Как к своим детям Я за них очень болею Мне очень нужно Очень необходимо Чтобы дети Жили Есть кстати говоря У меня и мертворожденные Дети Но их очень немного Стараюсь Делать каждую вещь Как перфекционист Неким Красивым Хорошим ребенком Отпускаю в жизнь Надо сказать Что какие-то Остаются в жизни какие-то Чахнут Но Есть У меня уже Двадцатипятилетние Дети Которые В разных руках Разных исполнителей Живут Совершенно по-разному И в общем особенный цимиск Моего существования Заключается В наблюдении За вот этими вещами Которые Практически Не приносят никаких денег Какие-то небольшие Авторские Капают Раз в месяц Слава тебе Господи Что они происходят Но Тем не менее Я Все время нахожусь В поиске заказов Но я вам скажу Что в прошлом году У меня Три заказа Просто подряд Отвалились По разным причинам Одна из причин была Странный Совершенно Невменяемый Продюсер НТВ Который Говорил мне о том Что он не знает Что такое лейтмотив Что он преподает вам в гике Что ему нужно 70 Разных кусков музыки Для дурацкого сериала Про бандитов Я когда спрашивал Почему 70 А почему нельзя Иметь общие темы Какие-то В разных сериях Он аргументировал тем Что Дескать Там все время всех убивают В каждой серии Я говорю Ну а как же тема Там погони Движения Какого-то там Смерти Нет-нет-нет Он разложил Ханса Циммера По всему По всему сериалу 16 серий По часу То есть это было 16 часов Ханса Циммера Это вот Деспла Там и прочих других Записанных Хорошими оркестрами Оркестрами Я начал Я уже делал Десятый трек Когда вот это услышал Я озверел И в общем Не сложились У нас с ним отношения Это вот Я просто рассказываю Какие-то байки Композиторские Да У меня их много В запасе И В этом году Мне Как ни странно Везет в большей степени Вообще Это похоже на какую-то Такую рыбалку Сидишь Понять Клюет Не клюет Зависит от погоды От давления даже зависит Как клюет Карась Или нет А может Какой Ротан Клюнет Он тебя еще сожрет Потом этот ротан И иногда бывает Такая работа Которая Готов сам деньги дать Чтобы Только тебе отстали Я В общем Иногда очень хочу Просто чтобы это закончилось Ну когда Продюсер начал говорить Какие-то Какие-то Безумные вещи Я уже Понял Что Денег очень хочется Но Бывают Невыполнимые вещи В конце концов Вот Вот А можно В связи с этой темой Продолжить Наш разговор Просто Было бы любопытно Узнать А как пишется музыка Для кино Она пишется Параллельно С процессом создания Или уже При монтаже Вы ориентируетесь На картинку Вы знаете Бывает по-разному Этот вопрос конечно Тоже такой Затерт Все по-разному Ведь до сих пор Есть много композиторов И прекрасных Которые пишут Только ноты На бумаге Ручкой Карандашом Но эти композиторы Как правило Находятся в менее выгодной И более невыгодной Позиции По сравнению со мной Например Они не могут никак Продемонстрировать Свои эскизы А некоторые Кинокомпании Без эскизов Не работают Например Профит компании Игорь Толстунов Они без эскизов Не будут Ничего тебе Позволять записать Никаким оркестром То есть Надо сделать эскиз Да так еще Чтобы он Не был отвратительным Чтобы он как-то Нормально звучал Потому что плохой эскиз Будет отвергнут Там есть тоже Продюсеры Они съели собаку На этом деле Они конечно не пропустят То есть Надо изучать Компьютерное дело И Ну кто-то там На макинтошах Лоджик А На Не макинтошах Кубейс Сейчас Вы знаете Есть В нашей стране В нашей стране Пока что еще Какая-то странная Я не знаю почему Но волшебная возможность Пользоваться Какими-то Каким-то Сварованными программами Я Честно говоря Пользуюсь У меня Библиотек Огромное Множество Находится Я все время Скачиваю С Рутрекера Где у меня есть аккаунт Надо сказать Что библиотеки Для контакта Звуковые Появляются Каждую неделю По несколько штук Это невероятное Какое-то вообще поле Это такая часть жизни Я все время разглядываю Эти библиотеки Скачиваю У меня очень быстро Качается У меня дико быстро Интернет И Вот Я полдня Занимаюсь Что я их Щупаю и пробую Хорошее Нет Плохое Выкидываю Стираю В общем так Это интересно Но я боюсь Что в какой-то Америке Было бы невозможно Потому что там кажется Надо сертифицировать Все звуки На которые Ты работаешь Поэтому я Даже оставил Какие-то идеи По поводу Переезда туда У меня они были Но Мне все больше И больше нравится Жить здесь И любимый Ненавидимый город Постепенно Перетягивает К любимому Вот И Я в общем Как-то смирился Со многими вещами Которые тут есть Как данностью И Мне стало легче Жить И Зачитное веселье У нас конечно Такой невероятный сервис Это доставка Вот например Я купил этот прибор У меня про него есть Отдельные посты Там Без того чтобы идти Сейчас на поиски Там На рынок в Митино То есть не в Митино На Носовеловский рынок Ехать За болванками Потому что их Уже нигде не купить Потому что можно Знаете вот с этого прибора Очень прикольно Единственное в своем роде Теак или Тих Такой музыкальный центр Который Записывает Пластинки И кассету На компакт-диск Представляете На CDR Он пишет И даже на CDR Перезаписывает Вместо того чтобы ехать искать Я сейчас все заказал В Яндекс Магазине Привезут мне сегодня Компакт-диски И Вот Конечно прекрасно жить В наше время Слава Богу Что мы дожили до этого момента Счастье Пользуйтесь люди Потому что Такого богатства Не было в моей молодости Вот этого YouTube Забитого всем Я сейчас Видите Приобщаюсь к некому Аналоговому Особому звуку По-моему Он действительно Очень симпатичный По сравнению с цифровым Хотя я Вообще-то Не особенный гурман Я слушаю MP3 И все что угодно Я не парюсь По поводу Вот этих Лослист Или не лослист Но Тем не менее Что-то есть в этом Как минимум Тактильное ощущение В постановке иглы Вот этот звук Обожаю И вот это ощущение Сейчас я вам Я покажу Вот Как это звучит Прекрасно Ах Вот этот звук Слышу меня Будем считать Что это заставка нашей передачи У меня в связи с этим появился к вам вопрос Не планируете ли вы выпускать свою музыку на виниле? Прямо сейчас Выходит CD И выходит Винил И вся эта моя любовь К этим Виниловым вещам В общем-то Возникла в связи с тем Что Мне сначала Подарили один винил То есть Подарили Выпустили С моей музыкой Вот например Прекрасный винил Саундап Значит Выпустил Значит Винил Волшебного цвета Ой Сейчас я вам покажу А? Красота? Можем послушать Ну Потом Здесь собственно говоря Последняя часть То есть предпоследняя часть Из моего Этого секстета Любимый ненавидимый город Вот И Получив этот Диск Надеюсь Получу еще один Хотя бы Потому что я Сразу не забрал Два А надо было У Прекрасной Вероники Белоусовой Привет Вероника Я вот Да Озаботился Поиском Каких-то Вертушек Значит Слушайте Я обожаю Я просто Сижу в этом Авито И разглядываю полдня Я же на работу не хожу На завод Понимаете И Там Столько интересного продается Я совершенно обезумел От этого Авито Дело в том, что я с детства Люблю всякие устройства И мне их в детском возрасте Не хватало Я учился в ЦМШ Где много было детей Известных Музыкантов Они Возили из-за границы Вот эти Двух 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 Кассетники Шарк И деки Акаи С педальками Вот такими Как здесь Вот такими И Я помню, что На Садово-Триумфальной площади Нет На Восстание На Садовой Был такой комиссионный магазин Сейчас вместо него какой-то Кабул Или что-то такое А был здоровенный комок Куда я ходил Просто На выставку И мой Мой храм Мой алтарь был Вот там В то время Я Молитно Сложа руки Разглядывал эти Невероятные Двухкассетники Деки И прочее Устройство У меня У самого Был магнитофон Электроника 302 За 155 рублей Ну Это хороший магнитофон Для, знаете Начального уровня Вполне себе воспроизводил МОНО Все это дело Я был постоянным Визитером Такие Студии звукозаписи Были по всей стране В огромном количестве Раскладились Катушек Писали на кассеты Вот я у них 5-20 сторона В рублях В старых советских И Я Получал от мамы Рубль в день На Питание Ну это можно было Поесть в столовой Вполне Так я не ел Или ел Какое-то там Маленькую пельмень И без всего В пельменной Неподалеку С тех пор очень люблю Останкинские пельмени Вот Я Копил Эти рубли И Сначала Покупал за 9 рублей Кассету Какую-нибудь ТДК Помните Там БАСФ И Потом я За 5-20 сторон Копил И Шел Звукозапись Значит Записывал За 10-40 Целую Кассету У меня Мне Может В полуподвале на помещении сидел такой интересный мужик, который записывал прямо там при себе. В общем, я страшно любил это дело. И теперь я понял, что на Авито я могу достаточно дешево, за какие-то смешные 2-3 тысячи рублей, а то и 700 рублей, продаются вот эти старые магнитофоны советские. Я искал, я прямо весь истек слюной, можно сказать. Я выложил один из таких магнитофонов, Днепр, катушечный, в Фейсбуке у меня есть, там полистайте, он внизу находится. Он такой прикольный, невероятный. Я хочу его купить, он стоит 3 500, можно купить. Я собрался делать здесь у себя, вот в этой студии, такую коллекцию и выставку, продажу старых магнитофонов, не только советских, на что денег хватит. Но они очень доступные сейчас. И в какой-то момент я, как Джон Кейдж, буду включать много магнитофонов с родной музыкой. Мы тут будем устраивать крутизну. А также будем устраивать концерты бесконечные. Да, я буду развиваться в этом направлении. Надо сказать, что в каком-то смысле я это делаю ради денег. Честно вам признаюсь, у меня все монетизировано. И если вас будет сильно мучить реклама, подумайте о том, что это копеечка, которые кап-кап. Вот ваше внимание, просмотры дают мне возможность что-то получить. Потому что пока что у меня, например, довольно много на YouTube-канале моих видео, не только моих, и у меня 4600 с чем-то подписчиков. А мне тут написали какие-то иностранцы, что якобы с 5000 начинается какая-то другая жизнь на YouTube. Вот я поэтому сейчас поднажал и решил вот все это выкладывать. Тем более, что я в принципе занимаюсь тем же самым, чем я обычно занимаюсь. Просто включаю кнопку и по дороге болтаю на все эти темы. У меня, видите, язык болтается. Как это близкостей помело. Вот. Надо остановиться. Мне. Какой еще вопрос? Андрей, разбудите ваших студентов, пожалуйста. У меня есть еще вопросы, но, может быть, девочки хотят еще задать что-нибудь. Девочки, задавайте вопросы. Давайте. Вы нам выслали ноты «Fanny Valentine». Я так поняла, что это музыка к мультфильму «Дочь рыбака». Правильно? Знаете, это независимая музыка. Вот. Я как раз в связи с этим хотела спросить, как она родилась. Вы ее специально к мультфильму писали, или это что-то было обособленное, просто прекрасно туда вошло? Это плод моей дружбы и сотрудничества с прекрасным альтистом Максимом Новиковым. У Максима Новикова восхитительный альт и звук. У него очень какой-то амати или что-то вроде у него. И он звучит прямо очень-очень насыщенно. И он долгое время жил в Риге. Он живет в Москве, у него много, в Ереване, много у него места для проживания. Сейчас он проводит в Москве некую серию, называется «Мьюзика аль денте». Серию концертов. И был концерт из завещенной Гии Кончелли, из музыки Гии Кончелли. Но вот там должна была быть и премьера моей пьесы «День первый», который я для него в свое время написал. Но она сейчас, видимо, отменяется, потому что невозможно привести ничего. С этим 25% посадкой этой. Так вот, я ему написал этот день первый, еще что-то. Он мне пару-тройку раз заказывал за деньги, за что ему огромное спасибо. Это редкий случай. Вообще у меня не так много заказчиков. Можно посчитать по 10 пальцев или на 20. Но вот один из них это Максим Гореков. И в какой-то момент эта пьеса родилась у меня просто за вечер. Я пришел и наиграл. Но я все наигрываю. В общем, мой метод написания музыки идет как бы от слухового скорее. Я наигрываю по слуху, пока мне не начинает нравиться. Тут я начинаю фиксировать. Компьютер очень дает простую возможность. Фиксация, как вы знаете. И удобную, и вообще невероятную. И только в самый последний момент написания музыки, когда уже полностью, я уверен, в звучащем файле, который у меня получается, как правило, файл в последнее время уже сам по себе может быть употреблен в каком-нибудь кино или мультфильме, или театре. Потому что он сыгран такими подробными сэмплерными инструментами. Часто не отличишь. Скажите, долго он звучит. Длинный так называют, да? Давай, это пёрл и арл. Такой рояль. Для контакта. И вот такая жизнь. Всем такую жизнь желаю, честно говоря. Мало того, господа, в моей жизни всё изменилось после того, как я смог, точнее не то, чтобы я смог позволить. Я в долг, до сих пор должен, уже больше года, купил себе компьютер. Что, значит, купил? Мой старый компьютер тормозил, я потерял одну работу даже из-за этого. В театре Фоменко, мимо прочим. Потому что я в момент, когда мне режиссёр начал давать референсы, а, знаете, референсы дают тебе, почти всегда дают тебе ворзет для подражания. Потому что режиссёру во всех жанрах, и в кино, и в театре, ему удобно положить какую-то уже существующую музыку из YouTube, из интернета, под неё начать что-то складывать, либо монтаж, либо репетицию, спектакль. И потом ты приходишь, а он уже под что-то репетирует уже месяц. Соответственно, там чуть ли не движение он поставил. В театре, например, у меня Огарёв был. И, в общем, это всё нужно уметь, подгонять посекундно. Но это всё в кубе, если возможно, делать, и в лоджике. Немножечко работать с какими-то программами, связанными с видео, тоже полезно. Вообще-то всё же, это просто, я не понимаю людей, которые говорят, «Ой, я не умею работать в компьютере». Ах, что там работать-то? Тыкаешь себе, читаешь, что написано, и делаешь, что тебе говорят. В крайнем случае, всегда можно в гугле набрать вопрос, «Как убрать диезы в программе Сибелиус?» И тебе тут же выделяет ответ. Вот все учебники тут присутствуют. В общем, даже не обязательно посещать какие-то школы кино, чтобы понять, что работает, и слушать действительно эпохальные всякие, нетленные саундтреки известные. Слушай саундтреки, анализируешь. Даже ноты какие-то есть. Так что вот, моя идея вот именно в этом. А можно вопрос? Вот вы сказали, что приходится подгонять. Всегда подгоняете? Или бывает, что и режут вашу музыку? Режут, конечно. Бывает такая профессия, музыкальный редактор. Например, на «Мосфильбе» есть такой известный очень человек Костя Шевелев. Ну, Костя условный, потому что он уже взрослый дядя. Он и композитор в том числе. Вот он и знаменитый, например, музыкальный редактор, который может и, знаете, ножничками порезать в программе. Какой-нибудь «Самплитюд», например, или «Секвойя», или «Саундфорж», или «Вэйвлаб». Он режет, конечно, файлы, да. Мой друг Олег Пшеничный, журналист и музыкальный редактор многие годы был в кинокомпании «Профит». Он прямо для него это было целое... Он не был музыкантом, и он не является музыкантом, но при этом он, например, для сериала «Умножающая печаль» Олега Фисенко. Классный сериал. Он тоже про бандитов, но про каких-то более высоких, неуголовников прямо. Там Андрей Белый, там, напоминает Ходорковского, например. Вот там Олег, я ему присылал файлы, я пополам поделил эту композиторскую работу с некой японкой, которая зовут Кейко Мацуи. Я сам не знал существования этого композитора, но это такая женщина, которая играет какие-то, знаете... Такую-такую музыку пишет Кейко Мацуи. Ну, вот я... Я, кстати говоря, вам сказали, что я должен... Не должен с ней прям чрезмерно контрастировать с Кейко Мацуи. Так что я еще немножко упрощал свой стиль, делая его таким усредненным. Но это не мой уже мой стиль. Понимаете, мой стиль это в таких пьесах, которые не для изображения или спектакля. Большинство моих пьес именно такие. А вот эта пьеса Фанни Валентайн, она посвящена... Есть видео в Ютьюбе. Валентине Борисовой, это подруга моя и Макса Новикова. У них есть такой дуэт с Максимом Станца, называется. Это Альт и Арфа, и я, собственно, для этого дуэта. И за вечерок вот это дело наиграл. Ну, и, в общем, это какая-то одна из самых удачных моих пьес. Одна из странная. Вот кто-то там еще пришел. Добрый день, еще не вечер. Здесь встреча со мной. Ругаться не принято, заблокирую. Да, еще вопросы. Вы уже тут, знаете, с вами час двадцать три. А закругляться пора, да? Нет, я не могу сказать, что пора. Нет. А можно вопрос? У меня он появился в связи с тем, что вы сказали, что, получается, когда вы отдаете свою музыку для кино, ее режут. Можно ли тогда говорить о том, что произведение чисто ваше, как относить его чисто к вашему, либо уже нельзя говорить в киномузыке, что музыку к этому фильму было написано чисто одним композитором. Нужно говорить о... Вы понимаете, это такой мир, такой рынок и бизнес, киномузыка и саундтреки, где все время надо быть в зоне компромисса. Ты все время ищешь компромисс. Дело в том, что если ты будешь сопротивляться режиссеру, который хочет там чего-то, значит, из интернета или там, скажем, из классики включить, то тебя выгонят с работы в тот же момент. А хочется заработать денег на жизнь. Я вот, например, нигде не работаю. Вообще многие композиторы где-то преподают что-то там в издательствах или где-то еще. Извините, что я с сигаретой, я постараюсь вам в нос не дымить. И я вот нигде не работаю, пытаясь как-то существовать с переменным успехом собственными музыкальными способностями, но с очень переменным успехом. Если у вас есть впечатление о карманове как о невероятно продвинутом успешном чуваке, то, в принципе, это где-то так и есть, но с точки зрения востребованности моей, скажем, в кино, конечно, я уступаю многим моим коллегам, но мы подтянемся. Скажите, у меня появился вопрос. Вот вы говорили о том, что вас часто просили писать что-то похожее на какой-то образец, да? Всю жизнь меня понимали. Вот, понимаете, я в прикладной музыке с 98-го года. Да вам сколько ли было лет в 98-м году? Я еще не родилась. О, вау! Ну вот с тех пор, я клянусь, до сих пор. А, подождите, 98-й, простите, я подумала 89-й. Нет, 98-м я уже была. Здравствуйте, вновь прибывшие здесь встречи с Павлом Карманом, то есть со мной. Она уже идет, час 26, поэтому мы продолжаем отвечать на вопрос симпатичный Александр Михайловый. Еще раз, какой вопрос был? Был вопрос, я его не договорила на самом деле. Вас просили писать часто музыку, похожую на чью-то, а как вот вы в связи с этим относитесь, допустим, к цитированию и обработке, как бы вариаций на эту часть. И с большим опытом цитирования, и тут всегда очень хитрая должна быть воспитана в себе способность уметь сделать так, как у другого композитора, но чуть-чуть по другим нотам. Тут надо, чтобы и клиент принял, вроде как, чтобы было похоже на то, что он полюбил уже. Он же уже полюбил клиент и режиссер, он уже полюбил. Знаете, любовь, это такая штука, с ней спорить опасно. И надо ему потрафить, то есть пойти у него на поводу, иначе он тебя выгонит и в следующий фильм не позовет. Вот все это нужно учитывать. Да, тебе нужно сделать так, как примерно звучит у часто каких-то композиторов, которые записались в огромной студии, в Нью-Йорке с симфоническим оркестром. Да, надо приближаться к этому звуку. Чем дальше будешь ты от этого звука, тем меньше шансов у тебя, что примут твой материал. Я давно научился философски относиться к вопросам авторства, особенно в нашей стране. Я вам скажу, что мой один приятель такой по фамилии Кальперин, который находится в Париже и очень преуспевает там, как кинокомпозитор, начал с рекламы тоже, он как-то пришел ко мне в гости, я его что-то повключал, он говорит, слушай, ты бы в тюрьме давно уже сидел бы у нас во Франции, потому что очень похоже на то Араб Стронга, то еще какой-то, совершенно разную музыку, хэви метал, попса, рэп, все должен уметь. дают тебе образец, как он там, я не знаю, Snoop Doggy Dogga, должен Doggy Dogga изобразить. Да, не хочешь, до свидания. Все очень просто. Ждем еще. Павел, давайте я-то задам, собственно, вот вы как раз это сочинение вас спросил, чтобы вы прислали с нотами, расскажите о вашем сочинении икончелло для оркестры виолончели. Принимаю еще, как говорится, количество людей. Да, и у меня такой еще чисто композиторский вопрос, почему там есть ударная установка, но нету баса. Как-то вот, сколько я его не слышал, всегда мне очень хотелось, чтобы там была бас-гитара. Я вам скажу, это опус для меня такой как бы экспериментальный, как и любой мой опус, из так называемых серьезных. То есть у меня есть прикладная музыка, где я вообще философски отношусь к вопросам авторства и я редко горжусь своей прикладной музыкой, хотя бывает и такое. Вообще, конечно, мечта любого композитора очень редкая ситуация под названием когда референс, образец для подражания, это твоя же собственная музыка. Редко бывает такое, где говорят, что знаете, нам нравится карман, отдавайте в стиле Карманова. То есть есть какой-то уже стиль, который, ну вот, в Ютьюбе можно услышать в моих не киношных, не прикладных музыках, поделках, как я говорю, вот он является стилем, так говорим, Карманова. Понимаете, вот, причисляет к минимализму. Видимо, так исторически сложилось. Уж не говоря о том, что все мои друзья, это Мартынов, Пелецис, знаете, и патагов. И, в общем, я люблю минимализм. Но я использую минимализм как технику, репетитивное, есть такое слово, очень модное, сложное для простых людей. Я очень люблю это слово, репетиции. И даже Коля Дмитриев, покойный, руководитель клуба ДОМУ, культурного центра ДОМУ, он как-то один из свой проект назвал так, с моей легкой руки, репетиция оркестра, как репетиция оркестра в Уфелине. Добрый день всем, кто присоединился только что, уже полтора часа мы вещаем здесь о том, я просто болтаю и рассказываю композиторские байки по просьбам окружающей действительности в лице Александра Михайлова и прочего, молчат. О, Егор Мищенко запел. Ну пусть он там в кишине рот открывает. Прикольный чувак. Павел, да, это другой персонаж, это, видимо, запись такого Евгения Панасенкова, я, по-моему, увидел эту физиономию. У меня это новый мир. Мне кажется, он должен заблокировать. Павел, знаете что, я извиняюсь, что вклинился, дорогие друзья, мне скоро надо будет уже идти на следующую лекцию, поэтому я предлагаю, я вас покину, наверное, я вижу, что большой нужды во мне особо нету здесь. Вот, и это очень хорошо, поскольку я могу вас покинуть, да, а вы сможете продолжить общение. Андрей, огромное спасибо вам за приглашение в этот театр. Не за что, вам громадное спасибо, Павел, что вы относились, то есть, что откликнулись на мое предложение. Вот я думаю, что... Я открыт для всего... Мне это очень понравилось. Понимаете, я же делаю для того, чтобы люди слушали. И все делаю для того, чтобы люди услышали. Вот смотрите, как я сейчас нескромно веду себя в интернете. Многие, наверное, думают, что я гнусный тип, флудит, понимаете, там завалил весь интернет своими видосами. Ну, а с другой стороны, а что мне еще делать в этой жизни? Я только это умею. Вроде, кстати, умею неплохо. Видите, как все организовалось специально для вас, чтобы вы смотрели. Мне уже тут ВКонтакте написали, что как здорово, говорят какой-то человек, сколько есть в Ютубе всяких каналов дурацких, нет ни одного такого композиторского канала изнутри композиторской техники. Павел, я прошу еще раз прощения, что в Клинии, мне кажется, Вячеслав Сычев очень хочет, чтобы его удалили, потому что пишут какие-то не очень хорошие сообщения, наверное, вам станут его удалить. Да, наверное, это будет правильно, если уже не будет. Я тебя заблокирую везде. Вячеслав Сычев, мне, к сожалению, пора уже отсюда уйти. Мне было очень приятно, что Павел откликнулся на мое предложение. Я надеюсь, что всем, я даже вижу, что это имело очень хороший успех, вам всем это понравилось. Мне хочется на это надеяться. А как ты это увидели, интересно? А может, не понравилось Александре? У меня есть, как вы сказали, симпатичный Александр Михайлов, который вроде это вполне нравится по видео, так что будем надеяться, что остальные, хотя они без видео тоже нравятся. Так что, да, ну, спасибо большое Павлу, я на этом нас покидаю и, собственно говоря, продолжаем. Спасибо. Я никуда не тороплюсь, я нахожусь дома, я буду курить сигаретку и продолжать вам рассказывать про себя. Все, пока у меня не сдохнет телефон вот этот. Он там в Facebook транслирует. Надеюсь, что я хоть попадаю в кадр каким-то образом. Да, господа, давайте вопросам. Марина, слушаем вас внимательно. не слышно внимательных Марин. Не знаю, тут я какие-то тыквы включить, не включить. Ну ладно, Александр, раз мы с вами остались вдвоем, поехали дальше беседовать. Вы не торопитесь? Никуда? Нет, не тороплюсь. Я хотела вас спросить про ваши фичи. Что это? Ну, это какая-то пленка записанная, которую вы мотаете. Что это такое? Или это там что-то включено? параллельно. сделать себе ушки-рошки всякую ерунду. А потом я вдруг понял, что если я буду в телевизор направлять, то же забавно получается. И наснимал вот каких-то таких дурацких роликов со своей физиономией, со всякими масками вот этими, а также из Джокера. Вот это самая подробная там маска из Джокера. Вообще прикольная вещь. Я очень люблю как девайсы, так и всякие штучки интернетные. Фейсбук обожаю. Цукербергу молюсь. В общем, новую версию Фейсбука очень поддерживаю. Она какая-то очень крутая. Вы знаете о том, что есть Фейсбук бизнес? Вообще там все видно сколько просмотров, сколько чего. Прямо вот одной кнопкой перехожу туда. Интересно. Жить все интереснее и интереснее с каждым днем. Да, давайте. А можно еще один вопрос? А, пожалуйста, Надежда. Вы уже начали частично на него отвечать ранее. Заграли на тему Москвы. У вас есть произведение такое «Любимый и ненавидимый город». И вы сказали, что любимое, а теперь уже ну или что-то хорошее перебешло. А что вам не нравилось? Что вы не любите? Вы поймите, это был заказ, который мне в общем организовал Алексей Любимов, который многое вообще в моей жизни. Он волшебный для меня образом играет мою музыку с 96-го года. Страшно рассказать об этом даже небожитель. я горжусь тем, что он играет мою музыку. Еще раз начнем. Вопрос был повторить, пожалуйста, Надежда. нелюбимое, но вы сказали, что это... Про город. Так вот, был заказ, меня как-то звонит Алексей Борисович, говорит, Паша, срочно приезжайте в консерваторию, мы тут сидим с одним швейцарским продюсером. И я приехал в некий Юриан Койман, такой симпатичный лысый человек из Базеля. Он там проводит фестиваль, называется «Культурные ландшафты». Culture Landscapes. И вот он предложил мне, наверное, он спросил Алексея Борисовича о том, кто бы мог бы написать что-то. Для их у них была тема Москва. То есть у них каждый год какая-то тематика. вот Москва. А он говорит про Москву. Я, в общем-то, ударили по рукам, я отправился писать. Работал я начал сразу после Нового года с января по май где-то. Вот сколько? Январь, февраль, март, апрель. Ну, почти пять месяцев я писал. В конце мая это дело закончил. Отправил и ездил в Швейцарию на премьеру. Очень смешно там сыграли идиотский совершенно квартет под громким названием Бетховен квартет. Уже покойник, руководитель этого коллектива. Они уголовно играли, умудрились прокатиться в Киев в Малый зал даже сыграли. Это было уголовно. Очень смешные люди. Но, тем не менее, вот такой был заказ. А я думаю, я просто писал музыку, как обычно. Потом надо было придумать какое-то название. В данном случае, а, я вам скажу, что когда я писал музыку, это был двенадцатый год, наверное, да? И случилась вот эта вот болотная площадь, помните? у меня телевизор вообще бормочет все время. Я, поскоро, живу один, я как собеседника вместо жены у меня бормочущей новости. И надо сказать, что какой у Мартынова тоже бормочет телевизор. Я вам не советую плохо это. Вот. И я смотрел телевизор в мае, вот эту болотную площадь. Вот эти танки там приехали, БТРы, этот народ несчастный, поехали там добить эти космонавты с этими щитами. Я все это дело смотрел в прямом эфире. И в общем она написалась у меня сама музыка где-то там перед вот перед кодой, да, вот такой длинный кодок, перед, можно сказать, последней частью, предпоследней частью, это такая как бы тема нашествия. и Алексей Борисович очень был недоволен, что я как-то слишком много внимания уделяю политическим событиям, но я не могу, меня это действительно волновало в тот момент очень сильно. И я вот написал страшную эту музыку, в общем, вся эта, весь этот секстет, о моих размышлениях, как сейчас нужно говорить, рефлексиях относительно происходящих событий в Москве, но при этом музыка преисполнена любовью, особенно в последнем эпизоде, а в середине есть, например, какое-то странное, я не знаю, почему, появился эпизод похоронного шествия, где как бы гроб несут, и он за холмами оперящийся, там музыка тихо становится, потом опять на холм они зашли, это я так рисовал себе, но надо сказать, что я далеко от того, чтобы снимать сейчас эти похороны и делать из этого видео, это как бы перебор с моей стороны, все-таки определенный есть предел моей смелости в моем интернет-вещании, я стараюсь находиться все время на какой-то грани между приличным, неприличным, смешным, несмешным, парадоксально, и нет, я вообще конечно тролль, не без этого, мне нравится троллинг, я вообще восхищаюсь такими людьми, как Вадик Холоденко, который, если что, и напишет в фейсбуке, то прямо живот подорвешь, вот, и ко многим вещами я отношусь с большим юлером, нужно делить на 15 все, что я пишу и говорю, я еще раз говорю, я за привнесение позитива в нашу жизнь, за любовь во всех ее проявлениях, в моем понимании любовь звучит концонантно, бывает диссонантная любовь, сложная какая-то любовь, с какими-то наверняка перебитиями, духовными, душевными терзаниями, я обтерзался уже в жизни на эту тему, и поэтому я хочу привносить любовь обычную, красивую, в общечеловеческом понимании этого слова, при этом меня интересуют люди не только и не столько и даже совсем не профессионалы-музыканты, не музыковеды, как правило, а простые люди, и поэтому я в какой-то статье изобрел крылатую фразу о том, что я пишу для водителей троллейбуса. На сегодняшний момент можно говорить о электробусе Собянинском. Троллейбус уходит постепенно в прошлое. Так что прорвался еще вопросом. Горло уже начинает садиться. Привет, Мальчик уже, ты уже мужчина, который обладает много обязанностей, начиная с намаза, кончая даджихада. И что? За каждое свое слово, за каждый свой поступок. А я что плохого говорил? Так бывает. Узнайте, когда ты мужчином становишься. 15 лет ты не мальчик уже. Я с большим уважением ко всем. Вы зря. Вот ей богу. Кто-то, видимо, выключил или товарищ получился сам. Слушайте, какая классная вещь, зум. Тут такие персонажи появляются прекрасные. Я люблю всех людей и даже вас, уважаемые, не знаю, как вас зовут. Ну, почему? Ого. Так. Я готов. Это развлекает. Шоу, мадон. Чувак, крутой. Вот это настоящее. Выключите его, пожалуйста. Вот я еду. Браво! Нариман намазов выключить. Ребята, это просто выключить. Вы можете выключить? Да, вот хотя бы там. Это дьявол. Там что-то продолжает. Ну, ладно, я его уберу, чтобы вас не смущать. Вы, можно назрел еще? Ну, мы его прогнали. Вы знаете, я в последнее время, это вот очень нескромно так говорить, но я стал практически верующим человеком, потому что как-то Таня Кринденко сказала мне, Паша, просите у Бога и будет вам дать она. Я, вы знаете, стал, иногда говоря, от меня же не убудет. Ну, что мне сложного попросить у Бога? Я стал говорить, Господи, ну, что ж такое-то? Где же уже наконец работа? Вы знаете, я чувствую, он стал помогать. Я не знаю, почему, как это объяснить? Вот, когда я оставался с твоей квартирой, а также семейственностью, два года назад, я жил на Белорусской в 100 метрах, и я не знал, как бы, жена ушла с детьми, жила где-то в общаге, обратно и собиралась. Я в Петербурге, будучи с проектом «Галилей» Леной Девич и вместе с Леной Девич, мы пошли на Смоленское кладбище к Сине и Петербуржской. Я уверяю вас, я достаточно атеистично настроенный человек, я очень критикую все это, но при этом я с крестом и в сознательном возрасте крестился, в 90-е годы я пел в церкви, у меня такой был однокурсник, прекрасный, Глеб Петченкин, сейчас специалист по криковому пению знаменному, присоединяйтесь к нему, к Глебу Петченкину, он классный, он все время транслирует свое пение, он аутентичный певец, абсолютно, голос садится. Вот я пел в церкви, понимаете, я, в общем, тогда крестился, преиспомнился, но мне некоторые вещи мне не повезло, ну, например, я пошел на исповедь тогда, и в ответ на мои какие-то рассказы про девушку я изменил, она там сама изменялась кем угодно, вот, он мне сказал, да тебя же расстрелять надо, я торопил, и мне не понравилось вот это все рассказывание, это было в церкви, называется, церковь в Вишняковском переулке, это вот недалеко от Павелецкой, Третьяковской, это был девяносто первый год, вот меня сильно отвратило отцепление вот такое высказание священника на исповедь, расскажу его, но с тех пор, прошло масса лет, и у меня на сегодняшний момент есть много друзей, интернет-друзей в основном, и реальных, которые священники, мой одноклассник, такой, Коля Неседов, Николай Неседов, он священник, он много лет прожил в Лавре, занимался там пением, и на сегодняшний момент он преподает в ЦМШ, в консерватории, в Фейсбуке, он как Николай Венианинов, или Клаус Бенджамин, я не знаю, почему он такие, прозвища, кстати, переболел, сейчас ковидом, как священник, служил там, знаете, заразился, но, слава Богу, все в порядке, еще у меня много поумирали людей, и при всем моем ковид-диссидентстве внутреннем, где-то 50% во мне диссидента и не диссидента, потому что все-таки люди-то умирают, у меня у одноклассницы мама умерла, поэтому, так что, пожалуйста, будьте осторожны, действительно, мне кажется, я переболел в феврале ужасным кашлем, без насморка, возможно, это он и был, но я никуда не обращался, откашлял свои две недели, и мне кажется, у меня сейчас и антитела не смотрел, но анализ сделал, ковида нет. Интересно, вот ковид вряд ли у нас передается через зум, а запахи, вы думаете, передается, давайте я на вас брызду духами. Как? Пахнет? Это босс. Хороший. Я люблю. Я вообще мечтаю, что когда-нибудь интернет дойдет до того, а мы на пороге 5G, что будут передаваться уже и запахи. Кстати, проблемы со звуком, вот в зуме все кричат, да, они уйдут, их не будет, вот уже скоро, уже сейчас, по-моему, нормально звучит. Нормально? У меня там булькает что-то, нет? Можно прямо, да, транслировать музыку? Вот, придет Мартынов, понимаете, играть, нормально, да? Ну, вот, до чего дошел прогресс. Да? Обалдеть. Еще недавно всего этого не было. Вот, а через 5G уже пойдут и запахи. А я с запахами работаю, потому что у меня есть форельный квинтет, который вообще-то был написан под впечатлением от поездки с группой Алексея Айги 433, я тогда был клавишником этой группы, на пароходике по Волге. Был такой пароход, организовали на юбилей Пушкина, по-моему, 200 лет было. Пароход современности. Погрузили огромное количество поэтов, писателей, художников, и мы ездили по Волге где-то пару недель, высаживаясь на волжских городах, таких как Кострома, Цызаринь, где-то там еще, и мы там, значит, жрали рыбу в огромных количествах, воблу, запивали это дело пивом, понятное дело. И я на пароходе как-то услышал, как из-за угла Лев Рубинштейн, известный поэт, наш друг, который там плавал тоже, он напевает кому-то в хорошем будущем расположении духа. Форельный квинтет Шубертон напевает Лев Рубинштейн. И вернувшись домой после этой поездки, я прямо кинулся к компьютеру и бегал по квартире с сковородкой, записывал сначала звук шипения рыбы. Мне был изначально нужен звук шипения рыбы. Я считаю, это довольно музыкальный звук треска рыбы на сковороде. И, наверное, мясо по-другому звучит. И вот я записал этот звук. А, звук можно записать, просто капая в воду туда. Отлично звучит. И потом вокруг этого звука написал музыку. Название появилось, как обычно в последний момент. И надо сказать, что это один из моих тоже удачных детей. Он издан, как и многие мои ноты, в прекрасном, любимом моем издательстве «Донемус» в Голландии, при пособничестве моей однокурсницы Валерии Гороховской, которая есть в интернете. И надо сказать, что она занимается поисками талантов. И можете ей написать, попробовать отправить свои ноты. Глядишь, вдруг издадут. Потому что они издают много всего. И хорошего, и не очень. В общем, как-то раз... Я бы сказал, что самый пока что удачный прецедент, связанный с моим изданием на прекрасном издательстве, был исполнение форельного квинтета на фестивале «Трески» на Лафатенских островах прошлой весной. Меня даже туда звали, но я не мог поехать, что-то у меня было, какая-то работа была, висела, и я не поехал. Мне поставили запись, она есть в Ютьюбе. Наберите карманов «Форельный квинтет», и вы обнаружите, как повар там жарит треску, играет на немуте. Довольно неплохо там какие-то норвеги сыграли. И... Вот тоже запахи. Вот на этих концертах все время, где форельный квинтет, если мы жарим, ну, кстати говоря, не часто и не везде дают возможность жарить. Например, в Казани мне обещали, но... кинули, по-казанке практически. Не принесли плитки просто. А я бы сам организовал, но обещали, не принесли. Вообще, конечно, это нельзя по всем противопожарным нормам, поэтому в большинстве переличных заведений это невозможно. Ну, в Америке это было невозможно. Включаем запись и видео. Видео для меня сделал мой друг, прекрасный режиссер Андрей Клейменко. Надеюсь, он нас смотрит. Сейчас проживает в Турции, где делает прекрасные вещи. Так, я должен завершить эфир в Фейсбуке. Я пискнул телефон. До свидания, Фейсбук. Заберши. Если хотите функции ведущих, потом подумайте совершенно напрасно, потому что... А теперь можно телефона умирать, сколько ему влезет. А мы с вами останемся здесь, в зуме, милые дамы. А что, все уже ушли? Только вы вдвоем. Мне вполне хватает. А вы куда это делись, Александра? А вы где сидите? На подоконнике, что ли? Я сижу на балконе, на стуле. Круто. Да. И опасно, я надеюсь. Нет, нет, он крытый. Симпатичный такой у вас кирпичный задник. Люблю кирпичные вещи. Да, это вот плитка. Плитка такая? Это вот так сделано? Да. Видите, я тоже устроил какие-то странные вещи с ремонтом. Я, собственно, заканчивая историю про квартиру, я должен сообщить о том, что мне после визита к Синеи Петербургской и после сейчас я закончу, уже скажите, что конец. Я очень удачно попал в эту часовню на Смолянском кладбище. Там как раз была служба, был к ее конец службы. Я пришел, а там они дослуживают. Ну, я пришел туда просить, я хоть и не очень люблю целовать вот эти все вещи, но я приложился, там есть мощи, иконы всякие, и подошел там, причастие, мне дали кусочек хлеба с вином, будем говорить, тело Христовое и его кровь, и я активно попросил помощи. Я на следующий день вернулся в Москву, и мне звонит риэлтор, говорит, у нас появился покупатель. За три месяца был единственный реальный покупатель, из нашего же двора, просто люди, там, богатые люди расширялись, иначе я никогда не продал ничего. И после этого, знаете, это же лотерея, тоже, что на рынке есть, то хватаешь. Я хотел разделить, чтобы дети жили хорошо с женой, я тоже хорошо жил с женой, без жены, но сам по себе в студию такой. И мне дико повезло, вот эта волшебная возможность жить в соседних подъездах с ними. Мы купили, я купил две квартиры одинаковые, двушки по 45 метров, и вот обычная двушка, я уже выкладывал фотографии в фейсбуке, я из нее делаю студию, она уже в процессе, вот эти деревяшки на стенах, это я сделал исключительно потому, что у меня прораб хотел уйти, я был ой, какой ребенок дивный, хотел уйти прораб, и я его завлекал творчеством. Он тут мог сделать какие-то вещи, которые ему нигде клиенты делать не позволяли. вот эти деревяшки, он предложил, он 3D обои из дерева, если вы наберете в гугле яндексе 3D обои из дерева, вы видите потрясающие совершенно объекты, которые делают умельцы, волнистые из дерева, искать коряктики, делают красоту. Он сделал все просто, но он проклял все, это прораб Серега тоже который может быть видит уже не видит. Смотрите, видите, такая фигня, вот это одна из деревяшек, из которых он сделал мне стены. Он сделал три размера, маленькие, больше и еще больше. Два дня он вдвоем с чуваком пилил деревяшки и наклеил на стены. То есть у меня это для красоты, хотя она выполняет функцию рассеивания звука и отражения здесь нет. Это вот слышите отзыв? Это у меня ресивер дает эхо. А на самом деле тут хорошая атмосфера. Вот, девчонки, два часа, голос садится, спасибо вам огромное, было приятно поболтать. Приходите в личку, звоните, я вам прямо наткнул кнопку и можем лично пообщаться вдвоем таким же образом. Все, пока, поднимаю. Спасибо большое, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...